Если профессионально занимаешься хорошо, можно, не знаю, хоть лес валить. Ну, качественно вали его, хорошо делай, и то весь мир будешь познавать через свою профессию. Как у Константина один человек, нужно было 500 тысяч заплатить, чтобы мы лес там убрали какой-то с японской техникой, дорогостоящей там все-все. Он поехал, нашел мужика, тот приехал, лесного подкормил там, лешего, нашел его, разыскал, попросил, можно я здесь это приберу все. И он с пилой за два часа все по кругу вырубил, и весь лес лег так, как надо. И вместо 500 тысяч, 5 тысяч обошелся, чтобы вот такие, как это можно. Вот так приехал профессионал, у него все нормально, он все дело сделал. Мои размышления на тему, вот смотрите, вот, смотрите, вот, смотрите, вот, смотрите муж, вот, рано. Любое взаимоотношение между мужчиной и женщиной, это половые взаимоотношения. Если хотите энергетику, где-то вам не хватает женской энергии, вот сотовая связь либо телефон, поэтому существует секс по телефону. Надо энергии женской. И обязательно, а у вас знакомые девушки, например, здесь, 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 здесь. И вы знаете, вот эта оптимистка такая по жизни, у нее энергия есть, и все, все, все там нормально, заряженная, она хорошо и чистая. Вот в этой меньше, меньше, а вот это вообще не присните. Вот если вы позвоните вот сюда, то она вернет энергию у вас. То есть вот сюда пойдет энергия к вам. Поэтому вам как надо, если аккумулятор хорошо ощущает, поэтому девушки иногда звонят, да, женщины, девушки там, ни с того ни сего позвонили. Вот что они делают? Это значит, плохо человек себя ощущает, нужно мужской энергии качнуть. И когда она звонит, она просто заряжается, если вы заряжены. То есть бывает приятный разговор, бывает неприятный. Поэтому секс по телефону и существует, потому что энергия быстро-быстро течет. Половая. То есть им без разницы. Либо ты подумал, либо ты разговариваешь о какой контакте. Есть контакт, разный бывает. То есть контакт между мужчиной и женщиной может быть глазами. Тогда перетекание энергии колоссальное идет. Просто быстро это можно почнуть энергию. Можно воздействовать на человека так, что он сразу биороботом станет. Он сразу будет с тобой ходить, все повторять. Вот иногда я, собственно, в практике рассказываю, когда долго воздерживался, энергетики накапливаешь, какой-то уровень такой берешь. И всегда в таком очень хорошем состоянии, замечательном. При этом начинаешь понимать, что женщины хотят. Вот все их маневры, все очень хорошо видно, очень здорово читается. Вот я прохожу, просто на женщину посмотрел. И они настолько залипают, что они начинают повторять движения. Все, что я начинаю делать, раскладывать, что-то делать. Они начинают это повторять. Потом подходит вот так, пожалуйста. Вы не делайте вот то, 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 то. Я говорю, почему? Потому что за вами все это дело повторяем. Управляемость невероятная. Очень большая энергия идет из глаз. И человек только получил этот заряд. И бывает, женщины сразу просыпаются. Они когда спят, они говорят, нам мужчины не нужны, и нам мужчины нет. Но стоит только посмотреть, если заряжен мужчина, или он посмотрел, моментально сразу просыпаются, и все они чувства заново. Они весна наступают. И они потом говорят, приезжай, ты, наш родственник, жили, кормить надо, все останавливайся сколько угодно, жили, все. Это друзья сразу остановятся. Но друзья между мужчиной и женщиной, я считаю, что друг бы не может быть. Всегда имеют место половые взаимоотношения. Потому что мы друг друга всегда определяем, посмотрели. И всегда на предмет первой секунды мы сразу определяем, либо с этой женщиной можно союз организовать, семью, либо нет. Вот и все. И если можно, то мы симпатизируем, мы друзья. А если нельзя, то никак общаться, реагировать там никак не хочется. Вот здесь я считаю, что следующее происходит. Если мужчина где-то общается с женщинами немного, с женским полом, то вот это вот сообщаются сосуды. Если он общается, происходит взаимодействие. Мужчина взял женской энергетики, вот отсюда женскую скачал. Оно уменьшилось. Если при этом мужчина, допустим, был где-то на юге, да, приезжает, с женщинами общался. Я не говорю, что он там был в постели где-то еще. Просто общался, разговаривал. Просто был контакт. Любой контакт – это половой контакт. Ну, я это считаю. И поэтому он приезжает, а жена его сковородкой встречает. Да? С порога. То есть она чувствовала потерю энергетики, она не знала, почему и как. И когда он приезжает, она сразу начинает. А он мужчина говорит, ну, странно, я ни с кем и никак. И вдруг, раз, жена, начинает выдавать эту номера. Вот. Если женщина куда-то поехала, вот где-то она общается с мужчинами, то здесь мужчина теряет энергетику. Она здесь, она набирает это. Причем эта мужская энергия, она сюда не перетекает. Не идет. И поэтому, если женщина где-то общается на работе, где-то еще с мужчинами очень много, то мужчина теряет свою силу. И потом он выражает претензии и начинает компенсировать вот эту энергетику, низкочастотную энергию он добирает как-то. Это наркотики, это алкоголь, это мордобой. То есть жена пришла, он в морду дал, она не поняла за что. А это за вот это вот общение, которое здесь происходило. И поэтому дальше. Если женщина пошла на массаж. 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 А это очень мощное перетекание энергии, это мощный половой обмен. Поэтому массажисты мне рассказывают следующие истории. Кто продвинутый, кто понимает. Нам даже женщин не надо. Потому что они приходят, 10 человек, ложатся на кушеточку, мы их помассажируем, у них все происходит. Оргазм, все остальное. Эту энергетику они тут же впитывают. И они такие розовые такие, они жизнерадостные и все. Нам этого даже не надо. А женщины приходят в основном одинокие, с проблемами, в доме с мужем взаимоотношения никакие. И когда они приходят к массажисту, они получают эту мужскую энергию, через его руки, через контакт. Через контакт это очень мощная энергия. Даже искра просто проскакивает. Не от того, что она электризована, там что, а просто энергетика. Только коснулся, сразу же тоже такие изменения происходят в организме. Поэтому касаться чужих жен, девушек и так далее, это тоже та еще тема. И вот я наблюдал такую картинку, когда массажисту говорил, женщина у нее проблемы, там голова болела, фитнесом она занимается. И вот я смотрю в массажный кабинет, он выходит такой, далечок очередной женщину отмассажировал. И смотрит, и женщина говорит, у меня голова болит. Ну, пошли, сейчас массажирую. И она долго сопротивлялась, у нее что-то внутри плинило. И вот это внутреннее чутье, она подсказывала, что что-то здесь не так. И в конце концов, он ее говорил и увел массаж делать. Чтобы было понятно, массаж, это в городе, массажный кабинет, и все-все-все такое существует. Чтобы было понятно, вот два домика. Я, например, такой простой привозил, для меня понятно. Вот, здесь муж-жина, здесь муж-жина. Если отсюда жена идет к соседу, представьте, в деревню староверов. Жена идет к соседу, и муж этой жены делает ей массаж. Что сделает вот этот муж? Просто набьет морду минимум, да? Он просто объясни, не будет спрашивать. И считает, что это варварство какое-то, и какой-то пережиток, и все. На самом деле в деревне все поставлено очень четко и хорошо. Потому что муж почувствовал, что тут творится неладное. Здесь происходит половый контакт. Реальный совершенно. Поэтому придет, морду набьет. Но это видно, как походит. А в городе все забаулировано. Тут массажные кабинеты. И тут муж отпускает жену к массажисту. Или жена может отпускает, а там девочки его массажируют. Какая разница. Потом происходят скандалы, потому что это все энергопотери. И все это компенсация где-то должна быть. И поэтому человек чувствует. А вот это чувствует человек на тысячи километров. Реально совершенно. Потому что я это знаю. Я мог сказать, когда человек по часам, что делает. Того человека, любимого, которого я знаю. Все работает. Как энергопотери. Пошли на звоночек. Сделайте звоночек. Узнаете там, что, как, что происходит. И вы узнаете, что там что-то неладное с любимым человеком. Поэтому чувствование. Вот это так же и происходит где-то на войне. Допустим, мужчина сидит в окопе где-то на войне. Жена его береги. Если она себя обледет хорошо. С мужиками не общается. С посторонними совершенно. Вот. Дело делает. Она его оберегает. Энергетику не качает. Он там нормально. Защищен. Хорошо. Если женщина пошла гулять в тылу. То мужчина лишается связи со своей собственной женой. Она перестает быть его берегиней. Энергетически не подпитывает. И мужики перед боем начинают грызть землю. То есть они знают, что с ними что-то должно случиться. И они погибают. В основном. Либо раненые, либо убитые. Просто энергетическая подпитка кончается. Все. Мужчина остался без защиты. Потому что жена берегини. Вот. И также то же самое происходит сейчас. Когда жена уезжает в Египет. Ебипет. Там. Или куда-то еще. На пляже. На море. Она там ни с кем ничего вроде. Но общалась с мужчиной. Обязательно. Мужчина пьет дома. Начинает пить. Почему? Потому что энергетически. Когда его обесточили. Вот. Он потерял. Я думаю. Так. Я не знаю. Материал выдавать. Не выдавать. Потому что он такой. Может казаться кому-то спорный. И очень страшный. Почему? Потому что людям. Они когда пересматривают. Потом нужно всю жизнь пересмотреть. И менять ее кардинально. У меня. Мужчина потом хватается за голову. Женщины. То есть они начинают понимать. Откуда проблемы в семье. Вроде не откуда проблемам браться. А жена секретарь. Жена секретарь. Либо жена бухгалтер. И бывает. У меня не надо быть. Такой суде. Когда жена бухгалтер. Большого предприятия. Она приходит. Такая. Я. Большой человек. Я второй. И работает далеко. А мужчина здесь энергетику теряет. И она говорит. Я такой большой человек. Что я второй человек. И я всегда ругаюсь. С начальником. Там многое. Что такое ругается. Значит она заходит в кабинет. На ковер. И у них половые отношения. То есть. Не те. Принципиально. Которые мы считаем. А то. Что она смотрит на него. Ругается. И так далее. У них половой идет обмен. Кто будет страдать. Конечно. Тот муж. Который далеко. Который не знает. Что там происходит. И поэтому секретарши. И бухгалтера. Они становятся. Очень часто становятся. Любовницами. Любовниками. У начальников. Совершенно не зря. У них и так уже половые отношения установлены. У них там немножко остается до этого. До физики. Вот. Совсем немного. Вот такие вот моменты. А здесь это все понятно совершенно. В деревне мало того. Что это понятно. В деревне следующее еще происходит. Приезжает. Допустим. Какой-то. Парень. В деревню. Ну. Парень. Вот так и нарисует. Парни. И он. Пытается разговаривать. С девушкой. На улице встретились. Он с ней разговаривает. А здесь другие парни. Деревенские. Они наблюдают эту картинку. Они подходят к парню. Причем это прослеживается очень хорошо в фильмах. В советского времени. Там четко это обрисовано. Да не подходит парень. Слышь. Ты почему с нашей девушкой-то разговариваешь? Ты в роднице собрался. Она тебе нравится? Он говорит. Нет. Я просто так разговариваю. Ах если просто так. По морде. Бум. И он не понимает почему нельзя разговаривать с девушками. Но девушки были воспитаны раньше. Они очень хорошо понимали вот это общение. И поэтому. Старственные энергетики. И энергетический обмен идет. Достаточно взгляда мелького. И достаточно. Все. Больше не общались абсолютно. А наши в гляделки играют сейчас. Но почему наши. Я не в обиду сказано. Потому что сейчас идет война информационная. И девушек готовят, чтобы они с парнями гляделки глядели. То есть это мужское воспитание такое. Мужской тип. И они с ними обмениваются. Иногда бывает. Посмотришь. Прямо смотрят. Смотрят упорно. И пытаются переглядеть. Вот. И переглядеть пытаются это с ярко выраженным мужским характером. Все. Таких замуж брать. Ну. Я даже не знаю. Как с ними. То есть они даже не понимают. Что они при этом делают. Они упорно пытаются переглядеть вот это. Значит у них очень много мужского. Это два мужика будут дома. Если они женятся. Это два мужика за лидерство будут бороться. Постоянно будут драки происходить. Вот. Но и два мужика это все-таки там. По-другому называется. Не брак. Вот. А здесь вот оно. Если девушка. И это в советских фильмах. Это четко описано. Когда парень подходит. Девушка пытается разговаривать. Она сразу глаза опускает. Вот. И потихонечку от него. Он за ней. Городской. И спрашивает. А почему вы. Молодь. Пытаетесь от меня уйти. Я хочу с вами поговорить. Она говорит. У нас не принято так. Девушка. И говорит. Если собираетесь. Если у вас серьезное намерение. Мы с тобой можем дружить. Можем гулять. Там все. Ну а так. Просто извини. Девушка просто уходит. А если долго. Ненавязчиво. То парень подходит. Виртморду популярно объясняют. Очень доходчиво и просто. То есть. Вот так вот следили за чистотой. Дальше по энергетике. Вот. Раньше. Когда сотовые телефоны. Переговоры стоили очень дорого. Пролетали на миллионы люди. Потому что. Секс по телефону. Это тот же самый секс. Одинаковый совершенно. То есть. Так же энергии меняет. Так же энергии текут. Хотя. Люди друг друга не видят. Поэтому прилипают мужики. Как только они слышат. Там. Что на том конце. Женщина делает. И все. И он. Купку взял. Там. Десятки тысяч. Начинает набегать. А он звонит. В это останется не может. Все. Пошел процесс. Все. Он туда упал. Так вот. Если нужно будет. Не хватает женской энергии. Можно. Женщине заряженной какой-то звонить. Пожалуйста. Будет вам энергия. Получится. Но если вы позвоните. У той. Которую самой не хватает. Она дернет сама с вас энергию. А если сам. Сейчас в хорошем достоянии. Заряживает. Аж. Тоже можно девушке сказать. Звонили. Да. Без проблем. Своей девушке. Всегда хорошо. И она почувствует. Сразу. Эту энергетику. Она все почувствует. И будет очень здорово. Допустим. Есть. В походы ходят. И вот. Один мужчина. Один мужчина. А тут. Десять женщин. Вот. Такой гарем. Причем. В походы ходят. В основном. Десять женщин. Это бывает. Незамужние. Потому что. Они ищут энергетику. Мужскую. И это. Как у них. Предводитель. Как это. Он начинает их запитывать. И как гарем получается. Но. В этих. Десяти. Бывает. Бывает. Допустим. Три. Замужем. Ну. Я просто условно так говорю. Три женщины замужем. И когда они. Побывают. Вот с этим мужчиной. Допустим. Десять дней. День. Походят. А женщина. Она удивительна. Мы как дуб. А они как лиана. Вот так. Вокруг нас. И у женщин психика так настроена. И все настроена так. Что они. Энергетики. Как бы обволакивают. Обвивают нас. И они сразу начинают. Набирать энергетики. Того мужчины. С которым они общаются. То есть. Чем больше она общается с мужчиной. Другим. Чужим. Она больше не будет понимать мужа. И вот с этими тремя женщинами. Которые замужние. Следующее происходит. Тремя. Это вот по моей жизни. Идет наблюдение. Уже много лет. Я наблюдаю это. И как врубиться не могут. Что происходит. И вот. Дома муж остался. Вот. Три мужчины. Три мужа вот этих вот. Три женщины. Они когда в походе. Они начинают. Отдевать. И набирать энергетики. И подстраиваться. Вот под этого мужчину. То есть. Имеют реально половые отношения. Вот эти мужчины. И вот они 10 дней находились. Они приходят вот сюда. А так как они отношения имеют. Вот эти мужики пьют водку. Почему? Потому что они теряют энергетику. При взаимодействии с этим они теряют энергетику. И они начинают пить водку. Злыми становятся очень. В разные тяжкие грехи начинают пускаться. Они пытаются энергетику эту восполнить. Энергетика. Допустим алкоголь. Это низкочастотная энергия. Которую можно. Вот. Принял бензин. На заправке. Все. Заправился. Но она уходит. Быстро очень. И поэтому нужно заливать новые дозы. Вот. И когда женщины приходят. Вот эти не понимают их. Мужики. Они перестают вести своих жен. Они же ведутся. Вот за этим мужчиной. И они перестают понимать друг друга. И через несколько лет. Вот здесь разводы наступают. И женщины. Вот эти. Жалуются на этих мужчин. На своих. Что они их не понимают. Что они в походы с ними не ходят. Они чем-то не занимаются. Они начинают пить. Бухать. У них болезни разнообразные. Разликает от них недостатка энергии. И женщины их обвиняют. И потом чаще и чаще начинают бывать в этих походах. А получается вот тот мужчина. Который. Ее женщины. Он так сильно энергией заряжается. Что они его прямо не знают. Да. Да. Это такая подзарядка. Прочувствуйте сами. Сводить. Десять женщин. Поход. Ее почувствуете. Но то же самое происходит и в других коллективах. Где женщины. И допустим один мужчина. Вот этот семейный. Такое вот и происходит. Десять вещи совершенно. Но. Как я говорю. То что я читаю. И проверено мною. И все остальное. Это вы проверяете. И смотрите. И все на зуб пробуйте. И как это происходит. И все за все. Но. Происходят вот такие вот энергетические обмены. И когда женщина обвиняет мужчин. При этом в энергопотерях. Тут надо еще разбираться. Вот ситуацию. Вы хотите разбираться. Кто в доме хозяин. Если женщина за мужчиной не идет. Вот мужчина. Вот женщина. Вот дети. Смотрите. Что происходит. Если мужчина идет вперед. И он мужчина. Глава. Хозяин. Да. То здесь он поставил цель. Цель. И он будет вести семью к цели. Если жена за мужем не ведется. То за ним. Дети не поведутся. И тогда. Здесь будет полный разлад. Когда жена будет. Либо вот здесь. Либо вот здесь. И может будет так выпрыгнуть. Смотреть. Смотреть. Вперед. Попытаясь куда-то вести. А жена ему мешает. Мешается. Мешается. Если он ее не подвинул. Не убрал куда-то в сторону. И так далее. То он идти не сможет. И он начнет туда во все тяжкие грехи пускаться. Он начинает пить. Бить. Курить. Налево ходить. И ребенком становиться. То есть он начинает вот здесь. Когда у него так обрезают. Вот эту цель. Жена начинает вести. Вот сейчас у нас идет информационная война. Она направлена на то. Чтобы женщины становились рядом с нами. И впереди. Я считаю. Руль им давать просто катастрофически нельзя. Руль машины. Потому что. Я считаю что. Как происходит знакомство мужчины и женщины. А. Дети. Вот здесь я закончу. Дети смотрят вот на это. Что жена за мужем не идет. Они начинают заниматься политикой. Они прыгают между мужем и женой. Если мужчина начинает пытаться их куда-то вести. Что-то делать. А им это не нравится. Они раз. Оп. За маму прыгают. Если мама их напрягает. Они к папе. И они начинают прыгать вот так. Они начинают лгать. И получается вот эта политика. И дети совершенно будут лживые. Потому что они видят что мама не идет за папой. Они такие детей вырастят. То есть это их проблемы будут большие. И потом когда дети начинают маме мстить. Мама удивляется откуда это. Я заботилась. Я там это делала. А это прилетает то что мама за папой не шла. И как определить вот это мама за папой не идет. Очень просто совершенно. Я когда в семью захожу. Очень сразу видно весь расклад. Как энергетика. Куда она уходит. Какие взаимодействия. Какие болячки просто будут. Поэтому удивляюсь. Когда я продиагностирую. Захожу и говорю. Болячки такие-то. То-то-то-то происходит через этот болезнь. Как вы узнали. Да очень просто. Заходишь на порог. Заходишь на порог. Вот мужчина пришел. Вот дом. Вот порог. Кто первый должен встречать мужчин? Гостей. Мужчин и так далее. Если выбежала женщина. Жена. А муж вот здесь вот стоит. Вот сзади ее. И он даже вообще может даже не знаю что кто-то пришел. А женщина сразу начинает. Здравствуйте. И начинает. Она очень голодна. Она не получает энергетики. Вот здесь у нее взаимоотношения нарушены. Женщина стоит во главе. Она первая. Она рулит дома. Муж пассивный совершенно. И женщине нужна энергетика. Она с мужем не может получить нормальную. И она начинает качать. Она давайте, давайте. Начинает вступать сразу в половые отношения. С приходящим мужчиной. И когда будет муж рядышком стоять. Она постоянно будет его отодвигать. Заталкивать куда-то. И постоянно будет стремиться на вас смотреть. Вам в глаза. И попытаться будет с вами взаимодействовать. Все. Здесь проблемы. Вот в этом месте. Сразу видно. И они просто будут очень голодны. Энергетически голодны. Если же встретил мужчина, а женщина как бы просто оттеняет его. То есть мужчина зашел. Женщина поздоровалась там все. И пошла своими делами заниматься. Пришел мужчина. Мужчина с мужчиной общается. Нормально. Мужчина с мужчиной с мужчиной. Вот она занимается хозяйством. Сели за стол. Куда-то еще женщина подает. Тут просто оттеняет. И вот муж сидит. Разговаривает. И жене допустим. Маша, это было вот так. Так. Это такое число. Она да, да. Это было такое. Все. Пришли женщины. Она взяла женщину. Ушла на кухню. Или допустим. Здесь рядышком тоже сидит. С женщиной общается. Все нормально. То есть женщина с женщиной общается. Мужчина с мужчинами. И, ну, пересекаются периодически это. Но для делки. Совершенно жена при мужа не играет. Назад его не задвигает. А бывают такие курьезы. Заходишь. Стол накрывает жена. Муж где-то там в комнате. Он же опущенный. Он же энергетически обесточенный. Ему все по барабану. Он же все там никакой. А жена здесь активно там гостей принимает. Все-все-все-все. То есть муж должен первый садиться за стол. Потом гости садятся. Потом жена здесь все сделала. Все. Она может присесть и с ним поговорить. И все сделаем. Почему? Это очень развито. Если посмотрите на страны мусульманские. Татары. Казахи. Грузины. Армяне и так далее. Все. Там японцы. Китайцы. Потом модные это были. Вот такие. То просто ахните. Удивитесь. Те кто с паранжой там вот эти ходят. И все наши говорят. Ахахаха. Там с паранжой такие. Ну вообще. Просто-напросто. С паранжой. Они просто-напросто. Даже с паранжой. Они закрывают все. Они даже закрывают глаза. Если через паранжой посмотреть. Через эту щель. Если мужчина пытается там. Глючитай. Открой личико. Во. Откроет личико. Потому что ей еще детишек рожать. Ей не нужны половые отношения с чужим мужиком. Ей нужно служенного. Ей нужно мужа. И так далее. У нас этого практически нет. Так вот. Когда понаблюдаете. Ну. Казахов. Например. Если понаблюдаете. То увидите вот это все. Женщины и девушки. Они очень мягкие. Такие. Женщины. Они сразу раз. Глаза опускают. И никогда не дают. Быстренько. Или в семью зайдете. Они никогда не разговаривают с мужчинами. Ну. У русских так сейчас нет. Потому что главный удар. Сейчас у нас славянские женщины направлены. На девушек. И на них. Это не просто так получилось. У нас то же самое было. Вы помните. Там. В сорок первом году. В четвертом. В сорок пятом. Когда Гитлеру еще. Гитлеру докладывали. Знаете да. Всю эту информацию. Там. В плен брали женщины. Молодые женщины. До 25 лет. И больше. Там. Больше 80 процентов. Действенницы были. И только вот за этот. Сколько. 70 лет. У нас такое сейчас сделали. Что у нас. Там уже. Малолеткие. Уже не действенницы. Абсолютно. И сейчас так обучают. Сядешь. Вот. Я частенько такую картинку наблюдаю. Особенно очень деловые женщины. Вот. Они по голосу определяют. По звуку. Вот. Сегодня я разговаривал. Понятно. Очень деловая женщина. Очень деловая девушка. Невероятно деловая девушка. То есть. Их ориентировать. Не замуж. Не мужа. Не семью. Силу ему давать. Чтобы он. Как. Если они дают нам силу. Я представляю. Что мы такие. Как экскаватор. Становимся. Такими. Юрьми хлопатой. Там. Бурые какие-то. Что-то еще. И они дают нам энергетику. Если хорошую. Гора встречается. А дорогой. Ну. Мне надо. На ту сторону горы. Что сделаем. Пробурил. Залез туда. Все. Все. Мы все делаем совершенно. Если же. Они женственные. Если они ведутся за замужем. Сейчас нарисую картинку. Образ. Тогда мы все сделаем для них. И очень крепкие. А когда не ведутся. Когда обесточивают. Когда лишают. Энергии аккумулятора. Вот эта машина. Махина вся. Она бестолковая. Она стоит без энергии. Она что делать не может. Просто разбросана энергетика. Вот. Я представляю. Вот. Картинку. Такую. Можно еще. Вопрос по цели пока. Давайте. А вот. Мужские цели. Какие они должны быть. Настоящие. Во-первых. Вот. Цели. Смотрите. Когда если женщина. Мужчина обесточивают. Цели вообще нет. Никакой. Просто никакой цели нет. А цель. Цель у нас. Смотрите. Я вот считаю. Что. Все что. Традиции. Мужчина должен. Все традиции передать. По роду. Чтобы была семья здоровая. Дети здоровые. Это первое. Ну и привести. Духовную ценность. К Богу привести. Это основное. Понимание рода. Природы. Бога. И так далее. Чтобы семьи росли. Вот у нас как семьи. Допустим. У прадедов. Десять детей. У дедов. Пять детей. У родителей. Три ребенка. Сейчас. У современного. Один. Три. Это многодетные семьи. Вот так оно ведет. А на самом деле. Этот рай. Вот если хорошо на земле. И правильно все делается. То люди. Они плодятся. Плодитесь и размножайтесь. Если хорошо. Хорошие условия. Нормальные. Все. И человек в традиции живет. У него десять детей. Или как у Ярослава. Девять детей. Правильно. То есть это нормальное. Миропонимание. Нормальное мировоззрение. К таким людям надо ехать. И надо у них обучаться. То есть. Я когда вот эти вещи говорю. И ко мне нужно относиться. Очень критично. Почему? Потому что у меня всего два ребенка. Два сына. Получается. В семье. Какой-то вот. Нормальный. То есть. Мужчина определяет цель. А женщина его уже помогает. Да. А я сейчас хотел нарисовать. Как это в моем понимании выглядит. Я рисую пристань. Вот пристань допустим. Ну вот здесь. Море. Здесь. Корабль стоит. Вот. Корабль нарисуем. Вот корабль стоит. Вот так. Вот здесь. Корабль. И капитана. Вот так. Капитан. На пирсе стоит. И вот так вот. Корабли. 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 И капитаны. И. У каждого капитана свой корабль. Это море. И здесь где-то цель. У каждого. Своя цель. И вот я представляю картинку. Жизненную. Вот такую. Вот девушки подходят. Женщины. Как взаимодействие. Я считаю правильное. Они подходят. И смотрят. На капитана. И спрашивают. Где твоя цель. Какая твоя цель. Куда ты идешь. Узнают его. Какой корабль у него. Куда он собирается прийти. И если цели совпадают. У девушки. И капитана. То тогда она приходит к нему на корабль. Но если она пришла на корабль. Цели совпадают. Она ведь с этим кораблем. И с этим капитаном. Он ее приведет к цели. Правильно? Обязательно. То есть. Ну. Цели-то совпадают. Но. Когда они плывут. Что происходит. Вот девушки у нас сейчас. Допустим. Приходят. Смотрят. А. Корабль. Нормально. Все. Цель не узнают. Сели. Потом сели. Слышишь. Друга. А ты не туда плывешь. Хватают. Этот. Штурвал. И начинают крутить. Он сюда. Она сюда. Корабль. Раз. Два. Три. Попал на рифы. Все. Разбился. И мне. Так. Говорят. Вы знаете. А он такой. 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 То есть. За руль хвататься не надо абсолютно. И вот в этих странах. Я сказал. В этих исламских. Везде. Там совершенно четко. Вот. Что мне нравится. Поставлено. Там. Если девушка пошла за капитаном. Она всегда за ним идет. Это редкий случай. И поэтому. У них многодетные семьи. И у них в семьях бывает очень хорошо и приятно. Смотришь. Как они там. Между собой. Общаются. Действительно. В семьях. Очень хорошо и здорово. И поэтому. Если выбрали капитана. За руль бергать ни в коем случае нельзя. А женщина слушает. Да. Вот еще. Мы такие же как мужчины. Мы ровнее. Мы рядом можем стоять. Мы совершенно разные. Мы способны цель видеть. Я считаю. И цели двигаться. И добиваться своей цели. И штурвал управлять. Но если штурвал начинают отбирать. Начинают дергать. Туда-сюда. То есть женщина это помощник капитана. Я считаю. А дети это. Это старший помощник. Да. Эти помощники капитана. И они все отцу помогают вести этот корабль. Чтобы он уверенно его вел. Так вот если есть доверие. И женщина как ниточка за иголочкой идет за капитаном. За своим. Она дает ему силу. Он видит цели. И он цели. Если даже ложные были какие-то. Он их улучшает. И он сам улучшается. Если не идет. Цели просто исчезают. И мужчина начинает творить что попало. Невероятно. То есть все что угодно. Как я перечислил. Куда он пускается. В какие тяжкие он пускается. И поэтому я говорю. Ребята. Вот. Девушкам и женщинам. Я говорю. А почему вот цель это не узнали. Куда он плывет. И куда он идет. Куда он корабль то свой приведет. Это же невероятно важно. Выходите по пирсу. У вас есть выбор. Капитанов много. Кораблей много. Смотрите. Сильный капитан. Несильный. Устраивает цели. Главное цель. И в этой цели. Когда потом уже на корабль то сели. Дальше тоже поздно. Совершенно. Устанавливают цели. Они тут начинают менять цели. И говорят. Слышь друг. То есть начинают крутить. Начинают рулить. И так далее. И вот женщины. Которые я вот здесь нарисовал. Когда женщины встречают. Заходишь. Женщина встречает. Понятно. Тут капитан женщина. Она рулит. Все. Мужчина в стороне. Точные. Они потерянные. Они не знают ни цели. Ничего. Чем попало заниматься. Какой-то такой ленивый образ жизни ведут. Совершенно. Как коты на диване там все. Но сделала их женщина. Такими. Потому что не дает энергетики. Не делиться. А вот интересное преображение. Я наблюдал следующее. Когда. Женщина понимает вот это. А понимают. Нормально. Когда. Уже жизнь так натрет. Что уже дальше некуда. Уже после разводов. После всего всего. И женщина начинает преображаться. Уже поздновато конечно. Это все. Расходит. Но бывает. Выражается. И они когда начинают доверять мужчине. И начинают говорить. Все. Мы тебе верим. Давай иди туда. И поддерживают. Он выбирает ложную цель. Что попало делает. Но ему доверяют. И за ним начинает. И жена и дети вестись. И он выравнивается. Удивительным образом. Начинает находить цели. И даже. Найденного. Там. На помойке. Бомжа. Женщина может сделать. Большим бизнесменом. Успешным бизнесменом. Не только бизнесменом. Он просто приходит в себя. Он становится человеком. Реально. И наоборот. Женщина найдя бизнесмена. Большого. Может его опустить. Бомжи. Вот этой бестолковкой. Не дача. Этой энергии. Вот такое. Вот такие взаимодействия. Здесь вот такие. Вот такие образы. Такие вот картинки. Здесь вот с этим есть. Такие взаимодействия. Ну бывает. Что когда прослушал. Вот такую информацию. Как я сказал. Это мое видение. Моя практика. Я это знаю. Как работает. Уже проверено. Но я в это верю. И показываю. Как я смотрю. И проблемы. Кстати. Когда женщина за мужчиной не идет. У нее по-женски будут проблемы очень большие. Она обесточена. Если будет. Ну я не говорю уже о физике. Она просто на. Даже не ходя там. Куда-либо. Здесь она будет так общаться. А очень голодна. Будет энергетически. И будут у нее проблемки. По. Женской части. Обязательно. Обесточены. Вот. Поэтому вот. Такая схемка. Такое взаимодействие. И это. Вот это ощущается. Дальше. Вот из этой схемки. Видно. Что. Как я сказал. За тысячи километров. Если что-то происходит. Изменить. На самом деле. Невозможно. Если мужчина. Вот. Мужчина. Это женщина. Да. Если где-то женщина. Будет изменять мужчину. Она на тысячи километров. Будет находиться от него. Либо. Мужчина. Будет изменять жене. То. Обязательно. Этот. И этот. Будут друг друга. Чувствовать. И будут. Чувствовать. Энергию. Потерю. Вот. Мужчина. Я чувствовал. Очень хорошо. Даже по часам. Мог сказать. Что делается. Женщины. По часам. Но если такого. Тонкого. Восприятия. Нету. В основном. Тонкое. Восприятие. Приходит. Когда. Вегетарианец. Когда. Практиками. Разными. С телом. Работаешь. Хорошо. Там. Вот. Не убить. Тогда. Начинаешь. Очень тонко. Ощущать. Мир. Когда. Убийством. Не занимаешься. Когда. Взаимосвязь. Начинаешь. Тонко. Чувствовать. А. В основном. Мужчина. Не чувствует. Энергопотерю. Я не чувствую. Что надо. Выпить. Надо. Подраться. Надо. И налево. Сходить. Почему-то. Вдруг. Потянуло. Это от того. Что на той стороне. Что-то не творится. Где-то. За 5-10 тысяч километров. На той стороне. Земли. Будет человек. И поэтому. Изменить. Практически. Невозможно. Незамеченным. Не бывает. Такого. Чувствует. Но он будет. Обязательно. Почему-то. Претензии. Иметь. Вот. К этому человеку. Либо. Это. К этому человеку. Точно. Кто-то там. Пошел. Налево. Обязательно. Другой. Будет. С претензией. Он приезжает. Что-то не ладится. Что-то не так. Идет совершенно. Потому что. Была. Измена. Была. Энергопотеря. Прочувствовал. Ну. Чем-то. Компенсировал. Там. Друзьями побухал. На охоту съездил. Экстремальным видом спорта. Занялся. Энергетику. Где-то. Закачал. Хоть какую-то. Энергетику. Сюда. Закачать. Когда. Энергия. Утекает. Ее нужно. Чем-то. Компенсировать. А чем может компенсировать. Это наркотики. Это алкоголь. Это курева. Это адреналин. Экстремальные виды. Там спорта. Я не знаю. Все-все-все. Это ходьба налево. И так далее. Поэтому. Я утверждаю. Что изменить. Незамеченным. Просто невозможно. Очень тонко организован. Человек. Он сразу почувствует. И поймет. Что происходит. А. Грубо. Организованный. Он в бутылку залезет. И будет пить. Или что-то делать. Это. Такая взаимосвязь. Существует. Вот. Когда. То есть. Ниточка есть. Она. Связана. То есть. Мы всегда. Дети. Муж и жена. И дети. Они. Всегда завязаны. Жена. Вот. Я так представляю. Вот. Допустим. Женщина ходит. Вот. Ребенок. Вот. Видно. Физическая связь. Это одно и то же. Правильно. Если женщина родила, получается, это вот такая связь. Потом со временем она растет, то есть ребенок начинает вырастать. Ну, допустим, сын. Вот мама. Вот сын. Он начинает вырастать, и он становится более взрослым таким. Связь вот такая образуется. Вот такая. Я так понимаю, вот картинки очень простые, чтобы понятно было. Затем, когда у паренька будет связь с девушкой, половая, какой-нибудь, то вот эта связь еще и вот так она рушится. И остается тоненькая-тоненькая такая ниточка. И поэтому мамы очень сильно ревнуют детей к невесткам и к девушкам, с которыми он дружит. Они так это трепетно, то есть они просто вцепляются в ребенка, бывает невероятно прямо всем. Почему? Потому что вот эту энергетическую связь им не хочется переводить в эту тоненькую вот ниточку, которая остается. Но как только связь состоялась, я считаю, вот эта ниточка только и остается. И поэтому мамы всеми способами там стараются, ну, те, кто не понимает, что происходит, и стараются это порвать. То есть убрать эту связь, чтобы заново вот это все восстановить. И многие дети остаются с мамами там всю жизнь. Вот вот с этим вот. Мама это устраивает. И когда ребенок вырастает, то получается половая связь. Паникас с мамой. И это потом перерастает в реальную половую связь. А когда ребенок хочет это прекратить и не получается, они начинают пить и очень жестоко пить маму. И потом поражаются. Как так? Маме достается очень сильно и все. А ребенок просто платит, что мама держит его. Она не отпускает его второй половинки и держит его. И ей прилетает. Когда дети совершенно взрослые уже живут с мамами. Совсем взрослые. То могут возникать вот такие вот моменты отработки. А если мама еще сделала так, что папы нету, с отцом связь. Вот когда взрослеет, у него связь крепнет с отцом. Отец. Когда у него увеличивается связь с отцом. Вот сейчас, допустим, после 12 лет, даже после 5 лет, у индейцев там были такие практики. 5 лет. Мама 5 лет с ребенком больше занимается, с сыном. Через 5 лет индейцы забирают полностью этих сыновей. И они совершенно потом очень мало общаются с мамой, зато с отцами. То есть с отцами в это время начинает связь укрепляться гораздо больше становится. Если вовремя не перешли, то говорят маменьки и сынок. Ну это простонародье. То есть это значит, связь с отцом очень плохая. И кстати, сын отцу может дать очень хорошую подпитку энергетическую. Если сын, детец за отцом идет, и отец может что попало делать совершенно. Если сын ему верит и начинает делать то же самое, что сын, отец выправляется. И он тогда начинает видеть цель, и он тогда начинает работать на духовное развитие и на физическое, на другое совершенствование. Когда сын говорит, мой батя придурок, или чем попало занимается. И когда не идет за отцом, тогда он его обесточивает тоже. И отец это получается, ну он всю жизнь потому ждет, когда сын придет ему. Когда он нужен будет кому-то, он просто не нужен в этой жизни, просто никому. Потому что дети, если не идут за отцом, за мужем, он просто обесточенный и женой, и детишками. И он не может взаимодействовать совершенно. Он не видит цели, и он очень одинокий, очень потерянный бывает. Очень сильный. Отключение такое небольшое вроде. Поэтому, когда девушка находится где-то отдельно, она в бизнес ударяется. Кстати, когда я общаюсь с бизнесменшами, у которых бизнес есть, а что такое бизнес, вот как они прилипают, интересно. Сейчас же у нас направление, чтобы девушки шли в бизнес. И вот сейчас богатые люди, и небогатые, и все стремятся, чтобы девушки были самостоятельные. Не к тому, чтобы найти мужчину, которому можно дать энергию, рожать детишек, создать семью. А просто выбирают цель как мужчины. И они выбирают цель как мужчины, заняться бизнесом. И туда направляют своих девушек. И что там дальше происходит? Просто когда они выбирают, девушки выбирают цель, девушки выбирают цель бизнес. А в бизнесе там кто? Там мужчины. МММ и так далее, и так далее, и так далее. И девушкам приходится общаться вот с мужчинами. И они всегда прилипают на половое отношение вот с этими. И у них проблемы. Если у этой девушки появится муж, вот здесь, а она будет заниматься бизнесом, то получится следующее. Девушка, общаясь в половом отношении вот с этим мужчиной, она прилипает на определенное количество денег. Это всегда по-любому получается. Потому что когда бизнесмены мужчина с мужчиной общаются, всегда возникают вопросы денег. Правильно? Если девушка общается или женщина с мужчиной, всегда возникают вопросы денег. И кому-то надо это решать. Если эта девушка одна, она становится мужчиной, перерождается в мужчину, и она начинает вопросы решать и с этим, и с этим, и с этим. Если она замужем, тогда получается подстава. Вот она не решила здесь вопрос. Она говорит, слышь, муженек, надо вопрос там решить. И этот мужчина начинает вопрос решать вот с этим. И он думает, что за ерунда? Получается, постоянно прилипает на разборки. То есть жена постоянно будет его с этим компаньоном, с этим, с этим. Какая разница? Она обязательно подставит его под разборки вот с этими мужиками. То есть мало того, что она занимается половинами отношениями с ними, она еще мужчину своего подставляет постоянно в это. И он постоянно прилипает в эти разборки. Вот такие взаимоотношения возникают. Поэтому девушек нужно готовить, чтобы замуж выйти, давать энергетику мужчине, рожать детей, продолжать род свой. И чтобы в семье была энергия всегда. И чтобы мужчина был мужчина с целью. И чтобы он реализовал свою цель. А она в этой цели. Достигать своей цели. Как бы внутри этого треугольника. Вот и вся эта. А здесь получается, женщина ведет, она капитан, она рулит. Мужчина сзади, он тогда получается такой, знаете, такой мужик с ключнями, здоровый такой. Он постоянно так вот стоит. То есть целью в нем нет, он не рулит, не капитан, ничего. Но когда возникает какой-то разбор, она, бог, он слышит. Там надо разобраться, он убьет, там морду бьет. Или ему убьют. Ну, как получится, кому повезет в этом деле. Вот. Если вот такие взаимоотношения, когда девушка с мужчиной вот так общается, у них бывают проблемы с рождением детей. И они не могут понять. И вопрос в том, кто главный в семье. То есть, ведь мужик, он не может рожать от мужика. Не получится. И когда женщина возвращается, становится женщинами, тут прекращают бизнес, возвращаются в семью, тогда у них рождаются дети. Даже такие случаи бывают. То есть, вот у нас настолько, если мужиками стали, мужик же не может рожать детей. И они 25 лет родить не могут, 30 лет не могут, 35, 40 лет родить не могут. Либо вообще без детей остаются, либо, одумавшись, уже в 40 лет начинают рожать детишек. Бывает и такое. Уже жизнь, когда потрет, и женщины одумываются, вот из мужиков становятся женщинами, пытаются изо всех сил, потому что это очень страшное дело, когда женщина мужиком стала. Ну и наоборот, конечно. Кстати, это если мужик, то это будет в женщину превращаться. Ну, как бы, если в семье, то надо же сохранять какой-то баланс. Получается, полу-полу. Вот, пол-пола. Ну, вот, примерно вот такие картинки. И в тему. Но, я говорил про энергетику, и в тему было следующее. В тему было следующее. Вот горы. А я говорил про женщин, которые входят в горы с другими мужиками. Другими мужчинами. И что-то обещает. Но мы теперь женщина оставим. А просто, кто что ищет. Вот, когда я узнал, увидел, что на стиле всегда возникает топ энергетика, то стал замечать. У меня есть знакомые и мужчины, и женщины, которые входят в горы и фотографируют их. И вот, оказывается, они фотографируют его аппарат, особенно пленочный. Вот здесь выходит такое свечение из горы. Чем выше гора, тем больше свечения. И потом, когда посмотрел, работает земля, оказывается, работает так же, как наше тело. Это генератор. А вот сюда она выдает вот этот луч. И чем выше человек поднимается в горы, тем повышается чистота. Частота. И частота. Частота. И вот из городов, из этих городов, где нет энергетики, где не заряжаются, а воруют люди, на самом деле, город возникает на энергетическом месте. И в городе обязательно есть места, откуда город родился. То есть, это его первоисточник, где он начал развиваться. И чем больше это зерно энергетическое, тем больше разрастется город. Но потом со временем там уже разрастается, а энергетическое место одно, два, три, немного совершенно, где можно зарядиться. В том числе и храм ставят на этих местах. И получается, что в городе, когда поворовали, поворовали друг другу энергию. Не понравилось совершенно. И надо зарядить свой аккумулятор. Тогда берут рюкзаки и начинают подниматься. И вот эти суда поднялись на тысячу метров, эти на две, эти на три, эти на четыре. И когда они сюда поднялись, здесь они зарядились чистотой и чистотой. Они стали чище и чистоту свою повысили. То есть, если алкоголь, табак, наркотай, все низкочастотные, мясо тоже низкочастотное. Это вот уровень половой. Половые частоты идут. То вот здесь они зарядились. И вот когда они зарядились, это в дополнение к женщинам, то они приезжают, а муж у них низкочастотный. Он же остался в городе. И дисбаланс получается капитальный. Они смотрят на него такой, как я могу жить с этим человеком. Он совсем ничего не стоит никак. И за ним идти. То есть, у них еще раз в чистоте наступают. Но на самом деле, когда вы здесь энергетикой зарядились, спускаются в город, спускаются в город. И вот человек пришел вот такой энергетикой, а здесь вот такие вот голодающие. И они его обгладывают в течение недели. Просто обгладывают. И остается опять та же самая частота. И вот что мне говорят? Они в выставке организовываю, мне показывают. Я вот этим показываю, что это такое, что это работает. Все это то же самое. Но что это выход энергетики. И вот эти боятся, они приезжают, эти туристы, и они неделю, три дня, либо неделю, не выходят никуда, они дома сидят. И все звонки, телефон, телефоны, все отключают абсолютно. То есть, интуитивно чувствуют, особенно женщины чувствуют интуитивно. Мужики-то, они или что-то там поделали такое, все нормально. А женщины очень четко чувствуют. И они по неделям сидят дома. Для чего? Они то, что набрали, они пытаются сохранить. Но, боже мой, это у них не получится. Их обязательно, обязательно съедят, обглодают. Пришла энергетика чистая, и чистота большая, и все. Это же еда, надо, то есть, это же энергия. И ее обязательно съели. И они потом целый год ждут, год, год, мечтают об этом, когда они опять сюда заберутся, и как раз уколятся чистотой, чистотой, вот здесь. А те, кто побывал вот тут, на пике, это вообще уколы, как люди полностью. Потому что здесь, чем выше, допустим, Джамалумгу, 9000, 5000, пиклинина 6500, или 6300, не помню точно, но где-то так. Когда они побывали здесь, им вообще назад не хочется возвращаться. Потому что здесь идет такая мощная зарядка, а туда возвращаться, там сидят, опять-таки обглодают. Вот что происходит с горами, это вот по аналогии с ножами, как вот этот луч выходит, как генерируется. Вот здесь это и происходит, вот. И здесь просто свечение вот так идет. Поэтому в городе, сколько ни заряжайся, сколько ни выбегай вот сюда, сколько ни заряжайся, обязательно здесь сидят, потому что в городе негде заряжаться.